Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать, как я запаял медную трубку подачи газа на котел. Она у меня состоит из двух частей, более тоненькой трубочкой и более толстенькой. Из стыка между двумя этими трубочками у меня была утечка газа. Итак, как я это сделал? Для работы мне понадобилась ортофосфорная кислота, олова и паяльник с регулировкой мощности. Я зачистил этот стык алмазным натрилем до блеска. Для начала я наносил ортофосфорную кислоту на стык, после этого брал на паяльник олова и подносил его к тому месту, где была ортофосфорная кислота. Она со временем начинала испаряться, шкварчать. Я старался, конечно, не вдыхать это испарение, потому что оно для здоровья очень вредно. И оно не особо охотно, в принципе, у меня туда помещалось. Получаться у меня начало после того, как я на своем паяльнике выставил 450 градусов. На малых оборотах он почему-то паял, но после этого олова у меня буквально тут же отваливалась. Хорошо оно начало цепляться именно тогда, когда я выставил большую температуру на паяльнике. Таким образом, я начал постепенно добавлять ортофосфорную кислоту, потом немножко олова, опять ортофосфорную кислоту, опять немножко олова. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть я нарастил вокруг этого стыка из олова такой своеобразный, как шов. Получилось нечто вроде сварного стыка. Это, конечно, не супер, как красиво у меня получилось и может не очень профессионально, но зато утечки газа теперь у меня нет. Это дело я проверил мыльные эмульсии и все у меня просто замечательно. Друзья, хочу к вам обратиться. Если вы умеете паять медь лучше, чем я, потому что это буквально мой первый опыт, то я буду рад вашей критике. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как это делается правильно. Пишите, где я был неправ и я буду вам очень за это благодарен. Всем спасибо за просмотр! Оставайтесь на моем канале и вы увидите еще много полезного и интересного видео.